В последние годы вопросам молочной промышленности уделяется особое внимание. Строятся новые фермы и активно реконструируются старые. Поэтому проблемы модернизации молочно-товарных ферм – первый вопрос. Глава региона подчеркнул, что не все фермы с современными технологиями дают должную отдачу. Здесь губернатор был категоричен. Необходимо либо вводить качественные объекты или их реконструировать, чтобы они приносили доход в финансовый бюджет области, либо убирать за ненадобностью. Константин Сумар лично ознакомился с показателями и посоветовал грамотнее подходить к руководству на фермах, чтобы рассчитывать на свои силы. Сейчас серьезная ситуация. Сейчас по республике не очень-то складывается нормальный бюджет. Я не буду называть эти цифры и так далее, но очень большие цифры. И сейчас идет повсеместное обрезание. Я рассчитывал, что у нас будет где-то пару, ну не пару, но больше за сотню миллиардов в конце года были бы еще деньги, которые можно было направить, но сейчас не знаю, как их отвоевать. Поэтому мы будем на что-то рассчитывать, но давайте работать в долг. Мы же потом не объясним главе государства, что мы где-то не смогли денег найти и так далее. Два года уже проходит. Еще одним вопросом на повестке дня стала уборка и заготовка кормов, а также подготовка полей к зиме. Глава области остался недоволен темпами вывоза органических удобрений на поля, а также посевами озимого рапса. Пока с этими поручениями справились не все регионы. Что идет за счет практически всех хозяйств – уборка соломы. Регионы справляются в этом направлении в сроки. По уборке соломы, все-таки за исключением Лунецкого района, все остальное выкладывается, поэтому Геевичу надо посмотреть на работу по уборке соломы. Следующим пунктом поездки стало посещение полей экспериментальной базы «Белоусовщина». Она специализируется на элитном семеноводстве зерновых, зернобобовых культур и картофеля, а также на животноводстве мясомолочного направления. Именно здесь высаживаются и разводятся различные гибриды, которые впоследствии могут расти вопреки природным катаклизмам, а также приносить большой урожай. Многие семена, высаженные на полях базы, создавались в Беларуси. Особое внимание уделялось кукурузе. Ожидаемый в этом году недобор зерноколосовых культур в Брестской области планируется восполнить за счет царицы полей, причем белорусского происхождения. Константин Зумар подчеркнул, что необходимо приобретать свои сорта, которые значительно дешевле, а по продуктивности не уступают импортным. Если у нас будет, например, ранний или среднеранний сорта один только, мы его никогда в жизни не уберем. Поэтому это как за азбуку должно быть все понимать. Три должна быть сорта. И если кто-то в этом году или на будущий год купит среднеранние или ранние сорта, минуя егоцевийский, то я вам скажу, будем отдавать. Я вам обещал, но в этом году мне попросили не отдавать дела в прокуратуру. Пойдете в прокуратуру с мешком. Покупать только надо то, что мы не производим. Уборка кукурузы – дело непростое и очень ответственное. Важно учитывать многие факторы. Здесь белорусские аграрии нашли свое решение и продемонстрировали главе региона продуктивные нововведения. Наша беда, что мы вот в таком составе собираемся, проводим какие-то семена. Очень показано. И вот мы посмотрели в этом году, когда поехали по районам и пригласили Ашат, начали уже по подготовке и посеву Зимарабса, механизатор, который этим занимается, то механизаторы нам уже откровенно говорят, что нас до этого времени не собирали, как положено. Ну, я своими словами говорю. Я задаю вопрос, конечно, если так, как главный инженер из Барановского управления сельскохозяйства, говорит, что «а я и не знаю, сколько и так далее». А что говорить о том, что уже практически показать? Так нельзя работать. Ведь самое главное – донести до исполнителя. Поля картофеля занимают особое место на территории экспериментальной базы Белоусовщина. Здесь выращивается порядка 30 различных видов этой культуры. Работники базы тщательно ухаживают за картофелем. Возможно, именно поэтому он здесь хорошо плодоносит. Константин Сумар поднимал вопрос о том, что покупает руководство хозяйств только несколько определенных видов картофеля, вопреки тому, что производится их огромное количество. И они не уступают ни в продуктивности, ни в устойчивости в разную погоду. С картошкой мы научились давно работать. Другое дело, что именно по вине иногда специалистов мы тоже не удивляем внимания, например, набору тех сортов, которые должны быть в хозяйстве, в том или другом, исходя даже из почвенной разности. В любом хозяйстве должно тоже быть минимум хотя бы три сорта. Много сортов не надо. А вот ранние сорта должны быть, потому что тогда мы растягиваем время уборки и вовремя подходим к уборке уже средних сортов или поздних сортов. И вот поэтому снова обратили внимание, будучи на опытном поле, чтобы тоже хозяйство обратили внимание на то, чтобы заниматься два-три сорта минимум надо в хозяйстве. Хранение качественных кормов – не менее важная задача для аграриев. Важную роль играет правильная утрамбовка. Через четыре часа после последнего привоза. Константин Сумар отметил, что необходимо быть настоящими хозяевами и постоянно контролировать всю деятельность, ведь убытки, которые приносят некачественные заготовления, обходятся бюджету области миллиардами рублей. То, что касается пленки, то сколько уже будем говорить, это тот прием или та необходимость, которая должна выполняться 100%. Дуже большая экономия кормов. Поэтому тут, а то все, Третьку уже надоело говорить, говорить, я вот еще раз попробую вдруг сознание у кого-то, да сознание не то. Вот посмотрели на хозяйство, где нет вот этого приема, нет пленки. Радо сразу и разбираться и с начальником психозуправления, и с этим руководителем. Сахарная свекла – необходимое сырье для работы Жабенковского сахарного завода. Как отметил губернатор области, с первого сентября он должен начать свою работу уже со свежим сырьем. К сахарной свекле в области относятся с уважением, разрабатывают новые технологии для ее тщательного сбора. Константин Сумар подчеркнул, что такие новинки помогают сохранить полезные свойства свеклы. Мы уже сегодня показали на этом поле, что надо заниматься там, где подогрела сахарная свекла, уже надо заниматься уборкой сахарной свеклы. И графики и так составлены, чтобы уже на первого сентября запустить в работу Жабенковский сахарный завод. То, что представила экспериментальная база Белоусовщина, заслуживает внимания. Новые белорусские технологии вместе с зарубежным опытом помогают аграриям Брещена идти в ногу со временем. По итогам семинара совещания у руководителей районов была уникальная возможность пообщаться и обменяться опытом, а также познакомиться с новыми технологиями, которые уже интенсивно работают на благо сельского хозяйства.